МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители больших городов уже привыкли к тому, что на стройках, в маршрутках, да где угодно работают те, кто приехал к нам из братских республик бывшего Советского Союза. У меня в руках флаги этих республик. И сегодня мы здесь, чтобы выяснить, знаете ли жители культурной столицы, о месте расположения этих теперь уже стран. Это Крым, как я понимаю, вот она, молдавская. Так. Это Азербайджан. Где он? Каз, ну вот он. Вот это вообще. Украина, Молдавия. Вот это Азербайджан. Ну и у нас еще Туркменская ССР. И вопрос, вот она, здесь Азербайджан. Вы, наверное, были любимый ученик географички. А знаете, мы сейчас этот же эксперимент проведем с молодежью. Интересно, они смогут расставить эти флаги? Украина. Я же из Тундры, я с севера, откуда я знаю, где ваша Украина? Хорошо, хорошо. Так, где Молдавия? Фига ее знает. Молдавия вот здесь у нас, вот тут. Отлично. Ладно. Но Украина-то рядом с Молдавией? Ну да. Не знаю, ну вы мне подскажите. Молдавия, это значит, где-то рядом Украина. Украина! Вот это все Украина! А вот это Румыния. Ой, мама дорогая, где же у нас тут Украина? Наверное, где-то здесь она должна быть. Да, это у нас Таджикистан. Таджикистан. Где-то рядом. Молдавия и Украина, они не соседи. Они соседи? А-а-а, они соседи, е-мое, конечно. Вот это здесь. Ну вот уже Молдавия здесь у нас рядом. А Таджикистан у нас, конечно, иди. Где Украина находится на карте? Я не знаю. Украина и Молдавия, они рядом. Чувствуется, что в новостях мы сейчас, чем их. Нет, я в школе учился просто недавно. Ну, как вы сами только что увидели, старшее поколение справилось с нашей занимательной географией на отлично. Они совершенно точно сказали, где находятся Украина, Молдавия, Азербайджан и другие братские республики. Чего нельзя сказать про молодежь. Они не знают, кто каждый день трудится рядом с ними.